Сергей Пациенок на праздничный концерт пришел вместе с дочерью Татьяной. 12-летняя девочка с неутешительным диагнозом ДЦП обучается на дому. Таня всегда с радостью встречает своих педагогов, но по-особенному блестят ее глаза, когда она вне дома общается со сверстниками. Определенные дни, три раза в неделю приходят, а когда есть возможность, я привожу ее сюда, в школу, чтобы была... Обстановка менялась. Понимаете, что если она в четырех стенах будет вот так, как бы есть здесь общение будет с детьми. Сегодня вспомогательную школу посещает 170 ребят. Половина из них имеют инвалидность. Здесь дети с первого по десятый класс обучаются на двух отделениях. Первое с легкой интеллектуальной недостаточностью, второе с умеренной и тяжелой. 28 мальчиков и девочек в силу физических особенностей не могут приходить в школу самостоятельно. Для них организована комбинированная модель обучения. Они обучаются и на дому, и приходят на все наши мероприятия в школу. Акцент делаем на то, чтобы привлечь всегда всех, несмотря на их возможности. То есть возможности человека не ограничены. Их можно развить, если этим заниматься. Какое слово получилось? Капыля. Хорошо. Так. Это что у нас? Буква. Для занятий с особенными детьми в школе есть все необходимое. Оборудованы классы и закуплены материалы. В развитии таких ребят отмечают квалифицированные специалисты, помогают современные технологии. На электронных носителях, как ни крути, дети проще воспринимают любую необходимую информацию. Чтобы провести занятия с нашими детьми, надо очень хорошо знать психологические особенности каждого ребенка, потому что у нас каждый ребенок индивидуален. Каждому надо индивидуальный подход. Нет одинаковых у нас детей. В учреждении образования делают акцент не только на развитие интеллектуальных способностей, но и уделяют огромное внимание физическому здоровью. Например, 70% детей имеют те или иные нарушения стопы, а на ней, как известно, находится много точек, которые оказывают влияние на развитие. В праздник школа в подарок получила дополнительные сенсорные дорожки от своего шефа. Типографии непогодено. Различные виды дорожек применяются при профилактике плоскостопия для воздействия непосредственно на стопу детей. Плоскостопия бывает разных степеней, и поэтому воздействие должно быть разным. Любая сенсорная дорожка должна подбираться под степень плоскостопия. Львиную долю на занятиях у учащихся 6-10 классов занимает трудовое обучение, так называемое допрофессиональное. Курс на то, чтобы еще сидя за партой подготовить особенных детей ко взрослой жизни. Что же касается перспектив, то в 2020-м помимо интерактивных технологий должен появиться подъемник для колясочников и пешеходная дорожка с выходом на Московскую, чтобы пребывание детей стало еще более комфортным и приятным.